Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Бывший ведущий Острова Любви Никита Кузнецов вернулся на поляну в качестве участника. Он приглашает к себе на проект девушек. В новом выпуске журнала Дом-2 Юлия Ефременкова расскажет о своем бывшем муже. Он известный актер и, несмотря на любовь, они расстались. Появились подробности пребывания Антона Шоки в Америке. Там он успел пожить в четырех семьях. Первые с ним решили расстаться из-за того, что 14-летний Антон сексуально домогался других детей в семье. Также он не хотел учить язык, а по документам он был умственно неразвитым. Антон попал на первые полосы газет, Павел Астахов занялся его проблемой и вывез парня в Россию. Теперь Антона патронирует фонд «Ласковый май» и сам Андрей Разин. Он обеспечил Антона двумя квартирами и даже предложил стать солистом «Ласкового май». Вова Гаути признался своим подписчикам, что уже хочет сбежать с острова любви. Но впереди еще 48 дней тяжелых съемок. Тата Абрамсон сменила образ, она нарастила волосы. Надя Ермакова, видимо, рассталась со своим молодым человеком. «Есть только я, нет больше нас», – написала она в Инстаграм. Катя Колесниченко сильно изменилась после ринопластики. Кроме этого, Катя экспериментирует с цветными линзами для глаз. И на последних фотографиях ее действительно не узнать. Валера Блеменкрант содержал победу над будущей тещей. «Марина Тристановна делала из себя жертву», – пишет Валера, – «и наговаривала в коллективе на тату». Только долгие разговоры, ругань и психолог отучили ее от этого. Алиана Устиненко отдала сына в детский сад. Она очень волнуется, несмотря на то, что мальчик общительный, душа компании. Ольга Бузова после долгого четырехмесячного перерыва вернулась к тренировкам в спортзале. Она опубликовала в своем микроблоге снимок, который шокировал ее фанатов. У Ольги исхудавшее тело, как будто она больна анорексией. Сама же Бузова пошутила, что пришла в тренажерный зал, чтобы сбросить лишний вес. Недавно Алена Ашмарина рассказала о своей беременности от Ильи Григоренко. На днях она написала о расставании с ним. «Я целый год пыталась создать свою семью, но, к сожалению, ты не был к этому готов и не готов по сей день. Если ты захочешь что-то вернуть, то можешь найти постоянную работу, хорошую большую квартиру, комфортную машину для переезда, и тогда мы поговорим». Либердж Кпадону решила попробовать свои силы в шоу «Голос». Она ждет кастинга. Даша и Сергей Пынцарь, у которых уже два сына, хотят себе и дочку. Они обратились в перинатальный медицинский центр, где им предстоит пройти генетическое обследование, на основании которого медики разработают для них специальное питание или пропишут препараты для приема, и тогда в их семье появится девочка. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.